В этом видео мы поговорим о том, как банки нас обманывают, что они делают, как они манипулируют, как они включают скрытые комиссии в договор, либо вообще не говорят об этих комиссиях. Также мы поговорим, что конкретно вам нужно делать, как вам нужно говорить с банкирами и вообще поговорим в принципе, а нужны ли нам банки и можем ли мы без них этих банков обойтись. Друзья, не знаю, знали вы или нет, но банк это такой же бизнес, такой же бизнес, как фабрика или такой же бизнес, как гугл. Все банки хотят заработать, это их основная задача, заработать, получить прибыль. Сейчас такая ситуация, что банкам все сложнее и сложнее зарабатывать, и их прибыль все больше и больше падает. Связано это с тем, что мировые кризисы, проблемы в мире поменяли в целом, как устроен мир, поменяли структуру мира. И там, где они зарабатывали, зарабатывали много, получали жирные комиссии, сейчас не получается больше. Как банки зарабатывают? Есть центральный банк, это самый главный банк страны. Это может быть Европа, Россия, Америка. И этот банк говорит, по какой ставке, то есть за какой процент он выдает кредиты другим банкам. То есть большой банк дает кредит маленьким банкам. Если в России это 20% сейчас, то в Европе это вообще отрицательная ставка. То есть центральный банк доплачивает остальным, чтобы они взяли. В Америке эта ставка где-то около 1%. За сущие копейки! Итак, центральный банк передал деньги, деньги взяли в банки и дальше делают с ними следующее. Они выдают кредиты бизнесу, они выдают ипотеку гражданам, либо они предоставляют некие иные условия. И так как в мире вот эта процентная ставка, она постоянно сокращается, соответственно сокращается и доходность банков. Банки все меньше и меньше зарабатывают. А у банков всегда огромный штат сотрудников. Это реклама, это баннеры, это консультанты, это кассиры. Куда вы ни посмотрите, везде огромный-огромный штат. Этот штат нужно кормить, нужно оплачивать зарплату, нужно платить страховые взносы. После кризиса люди боятся, что банки лопнут, поэтому нужно платить еще какие-то дополнительные резервы и так далее. То есть затрат у банков огромное количество, а доходность становится все меньше и меньше. Вопрос, а как банку сохранить доходность? Ответ, а просто забрать деньги у вас, залезть к вам в карман, взять эти деньги и положить себе. Это дело так не пойдет. Но вы же будете сопротивляться, скажете, а зачем мне это надо? Поэтому банки будут делать это неявно, так чтобы вы это по максимально не заметили. Допустим, вы пришли в банк и положили деньги на депозит. Деньги лежат, все хорошо, как бы приносит проценты. Но если вы начнете внимательно изучать, а я посмотрел на банки в разных странах, и вот какие комиссии я нашел. Дополнительные комиссии. Плата за овердрафт. Плата за просроченное закрытие счета. Комиссии за иностранные транзации. Комиссии за пользование банкоматов. Комиссии за услуживание счета. Комиссии за неснижаемый остаток. Сервисные сборы. Комиссии за перевод средств. Комиссии, комиссии, комиссии. Плюс еще какую-нибудь комиссию за консультацию и так далее. И мы смотрим, мы вроде заработали какой-то процент. Но у нас взяли больше, чем мы заработали. В России это не так видно, да, за счет того, что ставки высокие. Кажется, что вы много зарабатываете в рублях. Но если вы посмотрите на европейские вклады, допустим, вот в Европе, здесь. Я лично получаю 0,01% годовых на депозите. Это сберегательный счет. Вы не ослышались. 0,01%. Для того, чтобы что-то заработать, должна быть огромная сумма. Но любой банк берет с вас постоянные комиссии. Я недавно открыл буквально вчера вечером свой счет, который я не открывал. И я увидел, там минус. Откуда взялся минус? Они просто взяли и списали все деньги. Потому что есть комиссии, комиссии, комиссии. Я на эти деньги не соглашался. Но оказывается, что в каком-то письме вот такого размера они это указали. Это происходит со всеми. Хорошо. И вот я дал им деньги. Они дали мне 0,01% годовых. Что они делают с этим деньгами, которые я дал? А очень просто. Они дают ипотеку. Они дали ипотеку моему соседу. Я спрашиваю соседа, а сколько ты платишь за ипотеку? Он говорит, а я плачу 4% евро. Я думаю, хорошо, 4% евро, а здесь 0,01%. То есть что получается? Получается, что банк зарабатывает 4% маршрута. И это повсеместно. Это не обязательно Европа. Если вы пойдете в российский банк и попросите честную ипотеку без поддержки государства, без льгот и без субсидий, то вам сейчас выдадут 25 или 30%. То есть банк всегда возьмет маршру. Плюс к этому вы заплатите обязательно какие-то дополнительные взносы. Мы взяли ипотеку на бизнес. Это часть нашего бизнеса, которой я занимаюсь. Я смотрю на счет. Минимум 15 транзакций банк проводит в месяц, списывая какие-то комиссии. Если вы откроете контракт вот такой толщины, то там будут комиссии, 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 которые даже не называются комиссией. Они используют другие слова. Куда мы не смотрим, везде с нас берут деньги. Либо мы несем в банк, кладем их, либо мы берем кредит. Неважно, здесь заработали на нас и там заработали на нас. Лично у меня есть 400 сравнительно честных способов отъема денег. Лично мне эта ситуация крайне не нравится. Я не хочу, чтобы на мне зарабатывали. Вы спросите, а что делать-то? Действительно плохо. Заработают на мне здесь, заработают на мне здесь. А что мне делать? Во-первых, самое правильное, простое. Не подписывайте никогда никакие договоры, пока вы не прочитали его. И пока вы не поговорили с тем человеком, с банкиром, который вам дает этот договор. Правда в том, что банки меняют свои договоры, когда вы их просите. Если вы говорите, а я вот не согласен на эти условия. И вычеркиваете их. И по моей практике банки соглашаются. Я говорю, да, действительно. Или вы говорите, а я не согласен за комиссию, за овердрафт. Или я не согласен по такой ставке. Уберите это. И они убирают. То есть первый совет. Читайте внимательно то, что вы подписываете. Это очевидно, но очень мало кто-то делает. Второе. Разговаривайте с банкирами, когда вы что-то подписываете. Если банк упрямо отказывается что-то менять, или настаивает на своих условиях, то, вероятно, лучше с этим банком просто распрощаться. Ой, пожалуйста. Ну и не нужно. Ну и очень-то мне нужно. Подумаешь. Второе. Неочевидная вещь. Когда у вас есть уже кредит, вы его взяли и вы его обслуживаете. Позвоните вашему банкиру и потребуйте снижения ставки. Очень мало кто об этом знает. Но банкиры снижают ставки. Если вы получили кредит, вы его уже взяли, вы его обслуживаете, то для банка вы становитесь очень хорошим клиентом. Надежным. С тем клиентом, которому можно доверять. Банк не захочет менять этого клиента. Поэтому вы снимаете трубку, звоните банкиру, понесите мне ставку. Он говорит, я ставку понижать не могу. Ты говоришь, хорошо, я звоню конкуренту и попрошу мой кредит перевести туда. И самое удивительное, что вас с удовольствием возьмут. Потому что вы, опять-таки, вы хороший клиент. И после того, как банкиру услышат это, вероятно, он понизит ставку. С моим знакомым так и произошло. Он позвонил, сказал, я хочу понизить ставку. Говорит, это невозможно. Он позвонил в другой банк и сказали, да, хорошо, приходите на встречу. Через два дня с первым банком он понизил ставку на 25%. А если точнее, он с двух процентов евро понизил ставку до полутора процентов. Умеете? Могете просто. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, был ли у вас случай, когда вам банк действительно пересмотрел ставку? У меня такой случай был, у моего друга был. Наверняка был у вас. Поделитесь. Или был ли случай, когда вы взяли и прижали банк, поймали его на этих комиссиях, и они вам просто вернули эти деньги назад, либо даже дали какие-то бонусы? Напишите в комментариях, что это были за проценты, сколько денег вам вернули, какие-то были банки. И почитайте комментарии тоже других людей. Третье. И очень важно, да, мы, когда кладем деньги на депозит, мы всегда думаем об абсолютных деньгах. То есть, условно, если мы положили под 20% годовых рублей, то для нас кажется, что эти 20%. Но мы не должны забывать очень важную вещь, что в мире есть инфляция. Инфляция съедает наши деньги. В Европе инфляция 6%. В России реальная инфляция, я думаю, будет больше 20%. В Америке инфляция реальная 8%. Что это значит? Это значит, что наш депозит должен быть как минимум равен инфляции. Если вам дают деньги под меньшую ставку, вы их просто теряете. Поэтому нужно стремиться класть деньги туда, где как минимум вы защищаетесь от инфляции. Что лично делаю я? Я использую необанки. Это банки, которые работают на блокчейне. Они есть в интернете. Скриншот вы сейчас видите, пример того проекта, с которым я работаю. Вы кладете туда деньги под 7% годовых. А если вы берете оттуда деньги, то вы берете деньги под 9% годовых. Это все в доллар. Самое интересное, что в этих банках нет совета директоров, нет кассиров, нет маркетинга, нет тех затрат, которые есть у классического банка. Деньги пришли. Прописанный четкий алгоритм, который вы можете открыть, почитать. Деньги вышли. Все это работает на системе блокчейн. Все прозрачно, все прослеживается. Мне эта система очень нравится, я ее лично использую. И, вероятно, это будет полезно в том числе и вам. Больше меня не обманешь. Вы, естественно, задумаетесь о безопасности. Вероятно, вы слышали какие-то скандалы, связанные с проектами на блокчейнах. Любые проекты, в которых лежит больше, чем миллиард долларов, они считаются безопасными. Даже если будут какие-то проблемы, то сама система, сам банк деньги вам потом вернет. В этом плане, в плане безопасности, я считаю, оцениваю, как достаточно высокую. Если мы говорим про классический банк, то банки тоже лопаются. Мы все прекрасно знаем, что начали. В России было 2,5 тысячи банков, сейчас осталось несколько десятков. Сколько останется дальше, тоже непонятно. Да, там есть страхование вкладов, но никто вам не гарантирует, что это страхование будет всегда работать. Любой депозит, он по факту всегда является рисковым, и про это не нужно забывать. Если вы хотите сохранить и приумножить свои средства, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я регулярно делюсь новыми проектами и новыми идеями.